Доброго времени суток! Один из подписчиков моих попросил меня рассказать о кубе Метатрона. Но, предваряя вот этот рассказ, я хочу сначала рассказать о цветке жизни, главном символе сакральной геометрии. И куб Метатрона, он входит в структуру цветка жизни и является как бы его продолжением. Поэтому вот этот ролик я хочу сначала посвятить цветку жизни, а в следующем ролике уже подробно расскажу о кубе Метатрона. Нарисуем один из самых главных символов сакральной геометрии – цветок жизни. И вот для тех, кто хотел бы поглубже углубиться в вот эту тему, вот предлагаю две книги. Вот первая книга – это Роберт Лолор, французский исследователь символов. Вот «Сакральная геометрия философии и практика». И вторая книга «Сакральная геометрия от Пифагора до наших дней» тут коллектив авторов написал. Вот такие две книги. И вот «Цветок жизни» – это один из основных символов сакральной геометрии. Вот его сначала нарисуем, а потом постараемся проникнуть в его тайны. Аминь. «Ты seule Spotify» будет «Сакральная геометрия от Пифагора до наших дней». Вот «Роберт Лолор – Александр Боргарко до них» там «Разбор закончил правду твой этой голова». «Ро해 к baitерар kind comenzала. Через своими деньгами твой той день добавляют вookie. Так с и с 2008 года просто научиться, Субтитры создавал DimaTorzok Мы создали цветок. А теперь я расскажу, какие структуры и какие тайны заключены в этом удивительном магическом цветке. Структура цветка жизни, его построение, содержит в себе такие тайны, как деление клетки и создание эмбриона вплоть до развития всех структур человеческого тела. И создание Вселенной. От точки до создания галактик, звезд, планет вплоть до человека, до строения человека. И сейчас на рисунке посмотрим эти структуры. Вот обведем цветом. Вот эта центральная структура, точка, точка, она символизирует собой и рождение Вселенной, и рождение человека. Вот этот элемент называется семенем жизни, семя жизни. Вот этот вот элемент называется плодом жизни. Плодом жизни. Также эта структура содержит в себе еще один элемент. Вот цветом выделим его. Он известен во всех мировых культурах. Называется висикапицис, мандрорла или третий глаз. Мы сейчас нарисуем его отдельно. Вот соединим центра и точки пересечения. Получим крест. И вот элементы этого креста, они между собой соотносятся, как золотое сечение. И вот этот элемент известен во всех практиках мировых, в индуизме, буквально везде. Название этого ареола произошло от итальянского слова «мандорла». Миндаль, миндалевидный, представляет собой символ заключения драгоценного содержания в очень твердую и почти непроницаемую ополочку. И миндаль в средние века был символом заключенного матки человеческого зародыша. Вот в христианстве, значит, он тоже этот символ присутствовал. Христос был окружен облаком в виде вот этого символа. Вот первые христиане подвергались гонениям, и места своих собраний они помечали вот таким знаком. Вот знаменитое око власти и оружие против демонов, это в Египте, когда-то принадлежало Ра. Анг – это иероглиф Египта, составлен из женского и мужского символов. Цветок жизни содержит еще много тайн, которые нам предстоит с вами разгадать. Вот еще одна из тайн – на эту структуру ложится дерево жизни, вот такой вот элемент. Он называется древом жизни. Многие считают, что древо жизни пришло от иудеев или древних евреев, но это не так. Каббала не была источником древа жизни, и поэтому есть доказательства. Древо жизни не принадлежит никакой культуре. Даже египтянам, которые вырезали древо жизни на двух колоннах в Египте. Вот такая структура еще здесь ложится на этот магический цветок. Есть несколько теорий рождения цветка жизни. Современная теория, теория Большого Взрыва, она гласит, что 14 миллиардов лет назад не было ни времени, ни пространства, и вся масса была сосредоточена в одной точке с огромной массой. И ввиду неоднородности вещества в этой точке, сингулярности, произошел взрыв, в результате которого появились звезды, галактики, планеты. А самое первое из теорий происхождения жизни – это креационизм. Все создал Господь Бог. У меня есть такая книга «Библия в иллюстрациях». И я хочу показать, как христианская доктрина трактует вот это рождение Вселенной. Вот первый день творения. Вначале Бог создал небо и землю. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Второй день творения. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Третий день творения. И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя породу, и подобие ее дерево плодовитое, приносящее породу своему плод. Четвертый день творения. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освящения, для отделения дня от ночи. Пятый день творения. И сказал Бог, да произведет вода, присмыкающихся душу живую, и птицы, да полетят над землей, и по тверде небесной. И стало так. И сотворил Бог рыб больших, всякую душу животных, присмыкающихся. Шестой день творения. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее, скотов и гадов, и зверей земных, породу их. И стало так. И создал Бог зверей. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею. И стало так. Седьмой день, день покоя. И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал. И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. Вот поэтому мы в воскресенье отдыхаем. Вот так вот. Вот так трактует сотворение мира, Библия. Но это еще не все тайны. Еще в одном ролике я постараюсь рассказать еще о нескольких моментах, которые связаны с этим удивительным магическим цветком. Субтитры создавал DimaTorzok